Сегодня поздравляю вас с началом учебного года. Во-первых, хотелось бы поздравить с тем, что в Риге на 100 первоклассников больше, чем было в прошлом году. Фракция Единства в Рижской Думе распространила письмо, в котором напоминает. 11 статья закон о госязыке предусматривает, что мероприятия, организованные государственными и муниципальными учреждениями, судами и принадлежащими судебным органам учреждениями, а также фирмами, в которых большая часть капитала принадлежит государству или муниципалитету, проводятся на государственном языке. Если на мероприятии используется иностранный язык, организатор должен обеспечить перевод на латышский, указывают думцы. Депутат Олаф Пулкс обратился в Центр госязыка, чтобы тот Центр госязыка оценил случай с Нимом Ушаковым, а также информацию о нарушении закона он направил министру защиты среды региональному развитию Эдмунду Спрушсу. Во-первых, должностное лицо высокого уровня должно соблюдать закон, он для нас всех един. Во-вторых, из-за таких действий председатель Лирической Думы не достоин быть главой латвийской столицы, поскольку это плохой пример для будущего поколения, высказал свое мнение Пулкс, подчеркнув, что одна из важнейших целей закона о госязыке способствует быстрейшему сплочению общества. Все-таки они смешны. Если бы в Латвии донорами желчи полагались награды, деятели из единства были бы первыми среди награжденных. Странно только, что они не написали по этому поводу жалобы еще в Бюро по борьбе с коррупцией, Бюро по защите от Конституции и Министерство обороны. Так прокомментировал ситуацию на своей странице в сети Facebook сам Нилушаков. Если завтра референдум о гражданстве, то русские пойдут против русских. Войны, конечно, не будет, но...